У меня иногда получается турбо-намазы. Какое положение мое? Брат мусульманин, за что должен человек турбо-намаз делать? Имеется в виду скоростной намаз. Самый меньший намаз, например, читать Фатиха спокойно, рукой минимум времени одного, субханаллах, скажешь и поднимаешься. И сужды также одного, субханаллах, это минимальный. А так, даже не останавливаясь делать намаз, не считается. Все дела, которые ты спешишь после намаза делать, это в руках Аллаха, в руках того, который ты совершаешь для него, это намаз. Это все дела заканчиваются. Намазы шатан улучшает, то надо делать, это надо делать, то надо делать, напоминает. Как только намаз закончился, спокойно, потом сидишь, обратно трубкой сидишь, телевизор смотришь. Спокойно, смиренно делай намаз. Из 24 часа Аллаха, который тебе, субханаллах, тебе дал, из них на каждый намаз, скажем, максимально 20 минут. Омывание, намаз, суннаты, 20 минут. Час на этих намазах из 24 часа распределили, не спеши. Это намаз является у нас основой религии, столбом религии, в которой религия держится. Один из важнейших столбов религии является намаз. Если намаза нет, то остальные религии вообще ручатся. Не спеши, старайся соблюдать полные обязанности намаза. Сунна намаза, то, что сунны делают. Если нормально не умеешь читать, научись правильно читать. А если намаз так, как будто курица, воду пью, так быстро делаешь, такой намаз не считается. Надо останавливаться, поясном поклоне остановиться. Выплюнулся, остановился. Пошел сужда, остановился. Не так. Вот так быстро намаз не считается, брат. Ассаляму алейкум арахматулла. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе сразу подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум.